Обсудить охот за цветами, секреты кулинарии, изготовление, украшения своими руками – все это лишь часть тем проекта «Женское царство». Организатор таких встреч Марина Леонтьева, известная как автор проектов «Леди Котлас», «Пасхальный кулич» и других, где творческие люди нашего города могут реализовать свои таланты. Решила сделать со своими, так сказать, подружками, или как сказать, с нашим сообществом «Женское царство», которое мы не так давно создали. В нем очень интересны женщины, личности, у каждого есть своя тема, свое влечение, свое любимое дело. Темы совершенно разные. Это и цветы, это и декор, это уход за животными, это декорация, это косметика, это будут у нас и прически. Ну, то есть темы те, которые интересны женщинам. В женском царстве можно встретить много известных личностей нашего города, например, Светлану Юрикову. Котлашане ее знают как талантливую певицу, а совсем недавно у Светланы появилось новое увлечение изготовлению украшений из эпоксидной смолы. Оксана Бубнова еще один медийный человек в Котласе. Несколько лет она руководила централизованной библиотечной системой. Благодаря в том числе и ей центральная городская библиотека приобрела статус модельный. Но мало кто знает, что Оксана ценительница и поклонница орхидеи. Юлия Помолева, автор блога «Цветулей у Юли» тоже любит уход за цветами. У участниц женского царства всегда есть общие темы для разговора. Я занимаюсь выращиванием рассады и вот как раз таки делюсь опытом, как правильно вырастить из маленького семечки, да, казалось бы, большое пышащее растение, цветущее. Мне интересна тема домашнего уюта, опять же тоже выращивание цветов сегодня. Будет интересна тема по выращиванию орхидеи, затем как вкусно выпечь домашний полезный, самое главное хлебушек, ну и так далее. В общем, тем у нас очень много. В компании женского царства есть и ветврач Юлия Соломина. Девушка с удовольствием делится с дамами правилами ухода за домашними любимцами. Ирина Наумова – опытный психолог, но в женском царстве она рассказывает о своем увлечении хлам-декором. Посещает дамский клуб и представительница женского совета Сальвычегодска Ольга Зубарева. «Я представляю Сальвычегодский совет женщин, железнодорожниц. Это официальная часть и неофициальная часть. Это я представляю свою семью и свои творческие работы, свои коллекции. Я сегодня покажу коллекцию кукол и своего рукоделия и свои картины, которые рисую уже с 2019 года». Проект «Женское царство» очень важен для его участниц. Для них это обмен женской энергией, возможность узнать секреты, как наполнить жизненные ресурсы, разговоры о необходимости нахождения времени для себя, для своего творчества и развития. Дамы вместе ездят в путешествия, посещают мероприятия. «Перед дверью было очень много встреч таких. Я промониторила, что ли, что интересно. Интересно все женщинам. Ну, наверное, что интересно мне, как женщине, я так понимаю, так интересно и всем другим. Я рада, что у нас такой формат сложился, получился. Народу много. Вроде бы и слышала многих, и знаю, но мне очень интересно. Слушаю и узнаю что-то очень новое, интересное и вообще у нас очень талантливая, интересная женщина в городе».